добрый день дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами немножко раненый народной бачка и мы с вами сейчас порассуждаем о любви к родине любви к родине я понимаю что тема непростая и тем более усложняется тем что у нас теперь плюрализм мнений и поэтому все кто хочешь могут говорить какая у нас родина не все кто хочешь могут утверждать что такое к ней любовь и какой и какой родине эта любовь производится и я бы в этом во всем отметил что мы часто просто не понимаем что такое любовь что такое любовь я тогда начну с этого вопроса вообще вы знаете что такое любовь этот вопрос задала одна женщина буквально позавчера фейсбуке она написала елена шумак по моему если не путаю что друзья скиньте мне ссылки со святых отцов с определением любви что такое любовь есть скинули первую ссылку это 1 коринфянам глава 13 и там помните любовь терпит любовь значит не воюл не воюет ну и так далее вы можете прочитать там большое определение что любовь не делает и что мы не делаем если мы любим если ты не имеешь любви то ты кингал звенящий то есть напрасно тут если чудеса творишь там в небесах это я уж так интерпретирую а любви не имеешь тоже все это впустую все это впустую потом ей начали скидывать ссылки таких же разговоров но только от можно так сказать святых отцов мне это больше всего нравится разговора любви это епископа василия родзянки там у него есть такой ролик о любви я его пересматривал лет значит раз десять не меньше тем более что я был лично знаком с отцом василием и какие-то элементы того что он говорит в этом ролике слышал лично его уже с аргументации немножечко более широкой и ролик хороший но так коротенько сказать что же такой любовь все равно в нем не получилось отца василия все равно короткого определения не дал сегодня ночью готовясь к этой беседе я к сожалению вот на на телефоне там эта статья прочитал очень хорошую статью об этимологии слова о происхождении слова и там автор большой статьи как бы ее найти ну ладно вы уж извините я сейчас пишу впрямую монтировать мне нечем вся студия осталась в абхазии здесь пишу напрямую и поэтому все что вы видите не могу сюда не вставить ничего не добавить ничего так вот автор проводя вот эти исследования откуда взялось общее слово любы сначала у нас значит славянское слово общее славянское слово оно любы любо ну и так далее вы можете зайти в этимологический словарь и найти что такое любовь но он доходит до того что это слово идет от индоевропейского языка и там вплоть до санскрита разбирается значит как это слово расходится и что оно из себя представляет и в этом слове оказывается и оказывается и люкс то есть свет есть и осуждение есть там ну хаят ну это вот и на европейской версии этого слова в общем в конечном итоге он приходит к мнению и переводу что любовь это жажда это жажда и развивает на этом отношении ну жажда чувств сами понимаете и развивает на этом отношении несколько вариантов что он считает что такое любовь три варианта значит вот вот столько текста и неплохо все это аргументировано но мне опять не хватило определения что же такое любовь то есть я вам сейчас даю свое определение мне кажется что оно верное и мне кажется что вот оно то как раз и объясняет точно что такое любовь к ближнему к врагу к родине мы же сейчас о родине вечь с вами ведем так вот из всех вот этих можете найти сами все это темологии исследований у меня получается что любовь это желание радости друг от друга или от предмета любви не 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 так у меня же была формировка желание обмена радостью все вот все вот это желание обмена радостью вот эти три слова на мой взгляд характеризует полное понятие любви мы всегда относимся к тому что мы любим с радостью нам то что мы любим если оно неудушевленное например дает радость зачем мы его любим чтобы обменяться радостью оно вот такое вот стоит сейчас калина цветет зеленое дерево с беленькими цветочками оно меня радует я его люблю мы с ним обменялись радостью я уж не знаю слушает ли меня калина и понимает ли хотя все садоводы скажут да растения чувствуют что вы их любите они лучше растут они лучше ну и я вам не раз рассказывал там есть целый большой ролик у меня о том что действительно чувствуют больше того мстить могут если ты их обижаешь дело не в этом так вот если мы начинаем разбираться и имея в виду что такое любовь как желание обмена радостью то мы что хочешь объясним и это все что хочешь объяснимое будет всегда положительным что тогда любовь к Богу это желание обмена с Богом радостью что такое любовь к врагу это желание обмена с врагом радостью вы обмениваетесь ненавистью мы обмениваемся ненавистью а Христос пришел и сказал я есть любовь и когда любовь это обмен радостью то оказывается желать любить для этого чтобы от него вернулась радость можно любой объект и поэтому у нас есть за любовью это тоже по этимологии самое ближнее к нему слово любой любить можно любого любить можно любую любить можно все что вокруг находится все что хочешь еще можно так сказать но самое интересное когда мы получается получили заповедь радуйтесь и веселитесь я уже сто раз объяснял что это глагол повелительного наклонения говорящий о том что ты должен применить усилия чтобы быть радостным и веселым и тогда Господь будет с тобой иметь отношение и получается что это абсолютная необходимость поскольку если ты не радостный не веселый то у вас нет обмена с Богом Бог нам всегда радость дает благодать здоровье всегда радость а обмена с ним нет и поэтому получается что мы вот действительно чудеса имея а радости в себе не имея вот еще так можно перевести а любви в себе не имея мы абсолютно без полезно живем потому что обменяться с нами некому и нечем мы с вами нищие радостью грубо говоря никому не нужны никому не нужны мы больше того мы все время будем только везде печаль разводить и все остальное поэтому вот если вы примете такое толкование а я толкования такого не видел нигде мне кажется что я первооткрыватель этого толкования но поищите может быть и нет я не буду на это претендовать мне самое главное чтобы вы поняли что действительно вот вся любовь заключается в обмене радостью можно чувственной радостью если там отец Василий Родзянко называет разные любови в том числе и отношения мужчины и женщины в том числе и к еде вещам и так далее это все равно если мы задумываемся все равно обмен радости мы вечно можем любить за то что только за то что она нам приносит радость мы еду можем любить только за то что она нам приносит радость Другое дело, что польза в этой любви Как она в этом обмене нам дает нашу любовь И как эта любовь распространяется Так вот, давайте перейдем все-таки на разговор А что же такое любовь к Родине И когда мы включаем вот это понятие Это обмен радостью с Родиной То мы с вами начинаем понимать Что нам не хватает для любви к Родине Какая она у нас есть И в каком она в варианте у нас сохраняется или продолжается Во-первых, мы должны сразу включить любовь к Родине Это то окружающее пространство, которое нас с вами окружало в детстве И мы в детстве любили букашек, таракашек, цветочки, озеро, небо, домики Все мы любили, что нас окружает Потому что без любви к этому нет спокойствия А без спокойствия ты не можешь развиваться Если ты родился и ненавидишь все Букашек, таракашек, значит, озеро, домики Ты не будешь развиваться Поэтому в комплекс любви к Родине Во-первых, входит вот все то, что питает нашу душу Во время нашего развития И после, если мы здесь проживаем И после Поэтому, когда говорят Любить Родину Я люблю Родину Какую? Я люблю родники, где я родился Я люблю Пестяки, где я живу Я люблю Москву, где я жил Я люблю сотни городов, где я был Я люблю теперь Абхазию До этого любил Азербайджан, Грузию Осетию, Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию И все остальное Почему? Такая-то все мне приносила радость Я включал это все в состав своей души, как радость И поэтому мне кто-то может сказать А чей-то ты Чечню любишь? Ты же там не родился Почему не родился? Я родился в стране, где эта Чечня находится Она мне принесла радость от того, что я там был Люди понравились там, еще что-то Значит, я ее люблю Самое-то интересное, что если я Включу сейчас понятие христианская любовь А есть такое понятие В той статье, о которой я говорю Там автор исключил, что есть другие понятия какой-то любви Христианской, мусульманской Значит, ну в общем, любовь есть любовь Как бы так Я с ним не совсем согласен Потому что все-таки разные, можно так сказать, философии Давайте так назовем, в том числе и религии Они дают разную интерпретацию окружающего пространства И источник радости становится другой И радость становится другой То есть, если я в простом варианте, например, люблю хлеб как еду, вкусный То ведь в варианте причастия в храме Это совсем другой хлеб Это совсем другая любовь Это совсем дорогие отношения Так вот, самое-то интересное Что если мы включаем понятие христианской любви То у нас нет никаких стран Никаких городов Никаких наций Никаких президентов Которых надо любить И все остальное Нет Потому что все они могут быть для меня источником радости Все, все, что это Если я понимаю, что такое любовь по христианке Если я понимаю, что это обмен радостью Обмен может быть односторонний Я хочу вам дать радость Я радуюсь тому, что вы есть Вы уже мне дали радость от того, что вы есть эти враги Вы помогаете мне совершенствоваться Вы меня заставляете двигаться, не спать И, значит, не напрасно кушать хлеб Так вот, когда мы к этому понятию любовь родина применим Понятие обмен радостью То мы сразу понимаем Что нам не хватает для того, чтобы начать родину любить полноценно И когда население Там кто-то говорит 20 миллионов Кто-то говорит 40 миллионов Кто-то говорит 90% населения Не имеет достаточности в каких-либо радостях Включаемых в комплекс его Понятие радости Накопление радости То, естественно, не может быть той любви О которой мы говорим, как любовь к родине комплексно Любовь к родине Когда мы понимаем, что это и любовь к природе Это и любовь к людям Это и любовь к питанию, которое дает эта родина Это любовь к безопасности, которую она нам предоставляет Любовь к медицине, которая в нем есть В ней есть Ну и все остальное То есть одной красотой природы Не обойдешься, чтобы сказать Я люблю родину Она любит меня Если я ее люблю Даю ей радость Она должна мне возвращать радостью А у нас не получается Я вижу радостные лица У 10% населения, как некоторые говорят Ну пусть у 20% населения Которые на форуме экономическом в Петербурге Покупают коньяк за 900 тысяч Но я никогда не смогу утверждать Что вот мой здесь соотечественный По этому параметру Предоставление ему качественной пищи Вкусной, разнообразной, интересной и его удовлетворяющей Сможет когда-либо полюбить эту родину Вот в таком объеме Как те, которые на форуме Конечно, они любое себе Это я имею ввиду пищевую любовь Могут позволить И если это от родины идет То, которая это позволила Заработать, сделать То любовь к родине пищевая У них достаточно Здесь нет Та же самая Вся остальная Вот это распределение Поэтому Мы можем любить президента Да, он не дал начаться войне А то было бы еще хуже Мы бы Уж совсем Значит, тут и так еле выживаем А было бы совсем хуже Правильно это? В какой-то степени получается Что правильно Потому что мы С ним таким образом Пытаемся обменяться радости Но я хотел бы, чтобы У меня была полноценная Радость как гражданина страны И я бы любил президента Страну Ее экономику Ее управление Ведь у нас, глядите Президента любим Управленцев все Ниже президента кто? Ну, Песков, может быть Кому-то нравится Захарова в Марии Вот, например Мне Я к ней благосклонно отношусь Аня Кузнецова Которые детишек попекает Ну, вот хороший руководитель Не все там получается, конечно Как я понимаю Как хочется Но Например Но у нас Чиновников Ой, по-моему, 16 миллионов Ошибаюсь? Наверное, ошибаюсь Миллион шестьсот, наверное Да? Что-то я Не очень многих из них Ну, наверное, не многих и знаю Но в целом Мы в целом не любим Потому что Где? Барьер А не как барьер Между теми богатствами Которые у страны есть Теми радостями Которые мы могли бы от нее иметь И вдруг не имеем Где-то на середине Мы подошли пить чистую воду Ждем струю А нам Кап 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 Потому что где-то посередине Кто-то Себе отвел И поэтому Хотят-то больше всего От населения Любви к родине Что И призывают И пытаются Значит Добиться этой любви Потому что Население придет На выборах Поставить какие-то галочки Население платит За свою жизнь Потому что Налоги основные Платит население Я Ладно Сейчас можете кто-то оспорить Но я считаю Что население Потому что Большой бизнес Налоги Особенно-то Оказывается Не платит Где-то он там За рубежом Все это В основном держит Поэтому Дорогие друзья Когда мы говорим О любви Как об обмене Радостью Между Друг другом Между объектами Любви Радостью Односторонней Стоили с другой стороны Но нас Господь Например Любит в одну сторону Он Как Цвет от солнца В Евангелии У нас сказано Любит нас всех И все А вот мы Ответить не можем Так вот Самая полноценная Любовь Это с ответом То есть Когда обмен Начался Когда обмен Радостью Осуществляется Для всех Во благо Вот тогда Это Так вот Если Поймет Тот Кто управляет Или мы все Сами поймем Что это Вот Вот так То мы будем По другому Относиться Нас радует Природа Не надо Ее губить Не надо Не надо Вывозить Все остальное Нас Разное питание Не надо Синтетического Питания Тащить в страну Давайте Произведем Хорошее питание Давайте Нормальное В стране Сделаем Нас радуют Праздники Давайте Почаще Эти праздники Делать Вот Ну так Чтобы всем Было нормально Попраздновать Уж если Экономический Форум То всей Страной Пьем Ковья По 900 А не только Те кто Скреб Скреб Весь год Чтобы туда Попасть И Купить Чашечку Кофе Вот так Дорогие мои Заключение Такое Любовь К родине Должна Быть Взаимной Сколько Я могу Отдать Радости Родине Столько Она Должна Мне Отдавать И Эта Заимность Должна Просматриваться С обоих сторон Я должен Думать А что же Я отдаю Какую я Радость Ей приношу Я ворчу Сижу Я Там Экономику Рушу Я Ворую Там Или еще Что-то То есть Если от меня Это радость Для родины Но если Есть Если я Полезен Ей То уж Извини И родина Меня люби Пожалуйста И родина Меня люби Я случайно Был Какой-то Детский Конгресс По Медицине И Там На Одной Из Стендов Докладчик Выставил Ну Какие-то Показатели И Оказывается В среднем Прибыль С каждого Человека Для страны 11 Миллионов Рублей Прибыль Прибыль Даже если Она На Нас С вами Что-то Тратит На кого-то Больше На кого-то Меньше И так далее Так мне кажется Что вот Эта Прибыль Нужно Как-то Уметь Всем Вместе Распределять Я тоже Свою прибыль Которую Отработал В течение Жизни Мне кажется Должен был Получить В определенном Размере И распорядиться И Может Тогда бы Нам было Радостнее Я шучу Конечно Мне честно Радостно Хотел сказать И так Но и так У меня Сейчас Болит Ребро И я бы Хотел Чуть Чуть По-другому Ай Даже Забылся С вами Слушайте Сижу Хочу Руками Ношу Вот зря Вспомнил Нельзя Плохое Вспоминать Как только Вспоминаем Плохое Так оно Вылезает Сразу Нам Болячками Всего вам Доброго С днем Государственности Нас С вами С днем Независимости С днем России Желаю Чтобы она Была Самая Добрая Самая Любящая Мать Но и От нас Желаю Чтобы мы Тоже Ей Отвечали Как своим Родителям Правильными Действиями И правильной Любовью Здоровья Всем Радости Аминь Аминь Редактор субтитров